Да, Лидия Александровна, амарант в агробизнесе более известен как сырье для очень хорошего, полезного амарантового масла, как сырье для производства муки, различных выпечек очень вкусных и полезных, но меньше как-то говорят о амаранте как кормовой культуре. Хотя, вот скажем, я как уроженец деревни хорошо знаю родственника амаранта, щерицу или как у нас называли подсвекльник, которым кормили свиней и они очень хорошо прибавляли в весе от использования этой щерицы, ее добавляли в корм. Вот что можно сказать о том, насколько это жаростойкая культура кормовая, какие ее достоинства и в каких кормах ее используют и для каких животных. Пожалуйста. Интересно. То есть это тогда, когда все растения остальные как бы страдают от жары, амарант, благодаря тому, что все-таки это субтропическая культура, он приспособился, у него особый тип фотосинтеза, и благодаря этому он не отдает влагу, он практически накапливает в корне, вернее в стебле, извините, до 50% влаги, что позволяет ему переносить любую засуху. И если, например, даже такое произошло, то после засухи обычно растения не могут идти в рост. Амарант, засуха 2010 года показала, у нас не было дождя от 26 мая в Воронежской области, а пошел 23 августа. И тот амарант, который не еще хорошо спортировался весной, он просидел всю эту засуху, вынес ее и пошел в рост. Урожайность зеленой массы в наших условиях, я говорю о Воронежской области, потому что мне она ближе, это от 300 до где-то 600-800 сетевых гектаров. Почему, на что это влияет, это в первую очередь все-таки вся сложность амаранта, я считаю, почему он не достиг еще такого понимания и признания у других наших представителей, у сельхозников, это потому что достаточно трудно получить хорошие всходы. И если для зерна это оправдано и уже технологии такие есть, то обычно кормовые растения, они меньше считаются, как бы лучше почвы отдают продовольственным культурам, а не кормовым. И амарант, когда хозяйство попробовали высевать его на корма, но чаще всего это были не самые благоприятные для него условия, то есть земля должна быть выровнена абсолютно, как под сахарную свеклу, нужно правильно подобрать время сева. Ну вот, наверное, приходит его время и уверена, что в амаранте есть такие преимущества, которые позволят его использовать как кормовую культуру. Ну я приведу только один пример, вот недавно читала работу казанских ученых, где сказано, что вот люцерна дает в чистом виде до 2000 тонн белка на гектар, а амарант 3000 килограмм белка. То есть все, что касается, да, ну предположим, лизина, это тоже очень важный показатель. То есть получается, что лизина 82 килограмм дает люцерна, а амарант 180. Вот вопрос о том, как я говорила, когда будет оценен амарант на зерно, вот теперь считаю, когда придет время, когда амарант будет оценен как прекрасная кормовая культура. Да, Лидия Александровна, а как его использовать, какая есть практика? Это зеленый корм, это корма, заготовленные в зиму, сенаж, силос, не знаю. По времени мы много проводили экспериментов. Конечно, зеленый корм летом это очень хорошо, но достаточно много растений летом может быть использовано для кормления. Амарант, как сенажная культура, прекрасно заготавливается при соблюдении всех технологических режимов. Как силосная культура, ввиду того, что в нем достаточно мало сахаров, то при закладке на силос используются два основных метода. Или его с какой-то другой культуры закладывают, или с соргой, или с кукурузой, или как бы надо использовать различные добавки, биодобавки, которые позволяют хорошо сохраниться силосу. Но вот сейчас у нас с вами период уже весны, и, конечно, хозяйства все уже свои земли предусмотрели, на что они будут использовать, и какой кормовой клин будет сеять в своих хозяйствах. И у амаранта есть еще очень интересное одно качество. Я хотела на этом особое внимание остановиться на его особенности. Вот после уборки озимых у нас есть несколько таких экспериментов, когда засевался амарант, и в течение 45 дней он как раз ко времени, когда кукуруза подходит на хорошее качество кукурузы на закладке на силос, в это же время амарант входит в стадию ботанизации, и что очень хорошо можно их использовать при совместном закладке силоса. То есть у хозяйств сейчас есть возможность дополнительно найти возможность и посеять амарант и заложить его на силос. Кукуруза силос получается очень качественный, потому что по аминокислотному составу и по балансу аминокислот амарантовый кукурузный силос один к одному дает практически до 90% переваримого протеина. Такие данные очень многие исследователи в нашей стране уже получили, и кормление этим силосом много достаточно работ есть. То есть можно силос, можно сенаж, можно зеленый корм, или можно еще сделать гранулу зеленую. Используется для корма крупного рогатого скота? Используется, в первую очередь, для КРС, и таких тоже экспериментов, и доказательства того, что качество молока улучшается по всем показателям у нас достаточно много. Но тут никакого волшебства нет, самый сбалансированный белок среди всех растений. Поэтому он и в зеленой массе самый сбалансированный, и в зерне самый сбалансированный, что позволяет формировать нормально белок у животных. Это раз. Второе, я не знаю, сейчас, к сожалению, не сильно знакомы с финноуческими хозяйствами, но какие-то гранулы, наверное, гуляют ли свиньи на свободном выпусе, не знаю. Вот коровы у нас сейчас в Арамской области свободно пасутся, и то есть это есть. А вот что касается, если, например, использовать как в качестве для птицеводческих хозяйств, то это, конечно же, гранулы, не зеленый корм. Но КРС достаточно много данных, очень хороших по всем показателям. Ну, в некоторых южных регионах, скажем, вот части Волгоградской области, там кукурузу не удается выращивать в силу специфики климата, слишком жарко. Значит, там можно амарант получить, корм амарантовый. Ну, если мы уже теперь имеем с вами многолетние данные о выращивании в Боковском районе, то конкретно... Где 200 миллиметров всего осадка выпадает. Да, то уверена, что в других регионах он будет расти. Тем более, да. Ну, вот я знаю, что в вашем научном учреждении есть свои сорта амаранта зернового, продовольственного, да? А кормовой? Да, у нас есть сорт кормовой гигант. Он именно... То урожай на зеленой массе, о которой я вам говорила, от 300 до 800 сантиметров из гектара, это как раз данные по гиганту. Он тоже очень достаточно хорошо. Мы его апробировали в разных областях, и в том числе и в ваших южных регионах он растет прекрасно. Техника посева, она одинаковая что для кормов, что для конкретного посева на зерно. То есть его можно высевать и как почвопокровную культуру после уборки зерновых, пшеницы, ячменя, верно? Совершенно верно, вот это да. И можно весной высевать как яровую культуру. Ну, смотрите, если хозяйство закладывает на силос один амарант с консервантами биологического плана, там все абсолютно у нас экологически чисто, да, то тогда можно, посеяв весной, даже два раза собрать урожай, потому что оттавирует, конечно, второй урожай будет немножко поменьше, и получить силос чисто амарантовый, да. И второй есть вариант, когда мы хотим с кукурузой, потому что они немножко не совпадают по вегетации, потому что амарант это 45 дней, 50 дней, самый лучший срок для закладки силоса, а кукуруза у нас подходит в августе, и поэтому вот это вот мы чем-то жертвовали кукурузой или амарантом. И вот это вот покровное после озимых, это прекрасный вариант, когда мы можем сделать качественный силос и использовать дополнительно ту землю, которую за два месяца она даст еще дополнительный урожай. Конечно, тут речь идет о возможности тоже посеять, потому что главное это, чтобы все-таки влага была при посеве, и амарант, несмотря на его прекрасные качества, которых я сначала сказала, там 45 градусов он переносит, однозначно для прорастания и формирования нормального корня, нормального ростка обязательно нужна влага, что очень вот это сложно. То есть есть, как бы, почему, когда мне задают вопрос, почему амарант еще не извоевал все, весь мир, да, потому что как раз вот эти моменты нужно учитывать и знать, но это надо просто вовремя подбирать время посева. Да, и как можно быстрее после уборки, пока еще есть влага. Да, очень интересно, очень интересно. Лидия Александровна, спасибо. Хорошего сезона. Любопытно.